Привет, Миш! Как новогодние праздники? Я по этому поводу написал короткое стишие такое. Набит живот, набиты мысли, сместился график и язык устал. Вся тяжесть подготовки и самого застолья со мной. Но разве я о том мечтал? Вот так вот прошел Новый Год у меня. Знаешь, я вот чувствую какую-то неоконченность. Теперь сижу и думаю, о боже, зачем мне нужен был весь этот водоворот, когда меня погода и правительство имеет... Ну, дальше... Не, не надо, не надо продолжать. Или надо писать дисклеймер 18+. Да-да-да-да-да-да-да-да. Миш, как тебе... Ну, ты смотрел поединок Казута и Ока Касаи Танаки? Нет, не смотрел. К сожалению, извините. Сейчас, подожди, давай попробуем принять еще. У нас появился Егор Гришин. Давай, идея. У него. Зато я посмотрел Гутеррес Рене Альварадо. Получил большое удовольствие. Гутеррес Рене Альварадо. Да, Роджер Гутеррес Рене Альварадо. Скажи мне, пожалуйста, а какое удовольствие ты там получил? Чего? Запахло Антонио Маргаритом в воздухе. Ты имеешь в виду, что Гутеррес подобен на Антонио Маргариту? Да. Вот знаешь, есть ребята, у которых тяжелая рука. Но она тяжелая не от каких-то ударов правильных. Просто тяжелая такая кочерга. И это смотрится очень эффектно, как для профи бокса. Лупил красиво. Лупил красиво. То, что красиво было, это доктору не ходи. Единственное, я с тобой не соглашусь, что как бы Гутеррес даже близко может напоминать Антонио Маргарита. Ведь я не менее внимательно просмотрел этот, скажем так, поединок. И могу тебе сказать одно, что, ну, мое мнение, да, что Рене Альварадо просто был под впечатлением их первого боя 2014 года в июле. Когда он разделал Гутерреса, ну... Мясо. Да, ну вот мясо, что называется. Причем восьмираундовый поединок и в седьмом как бы секунданты выбросили полотенце. Вот. В этом бою, вот мое мнение... Мы о разном... О разном? Мы сейчас о разном говорим. Мы сейчас о разном. Нет. Ты сейчас говоришь про Феликса Альварадо и диджея Креэля. Нет, нет, я говорю про Арене Альварадо, Арене Альварадо, Арене Альварадо и Роджере Гутерресе. Дело в том, что, смотри, если Антонио Маргарита бит... Там 12 раундов. Там 12 раундов. Я имею в виду их первый поединок, который состоялся в июле 2014 года. Да, первый я не смотрел, честно говоря. И там я тебе скажу, что преимущество Рене Альварадо было настолько подавляющим, что Гутеррес просто выглядел побитым котенком. Вот. И мне кажется, что на фоне, да, там, той памяти Альварадо начал вести бой довольно-таки самоуверенно. Но, опять же, возвращаясь к Гутерресу и к тому, что он похож на Антонио Маргарита. Антонио Маргарита, если бил, то соперника болтало практически всегда. То есть, там было легкое, глубокое, но состояние Гроги. Здесь мы видим, что даже от падений, двух падений во втором раунде, Рене Альварадо ни в коем случае не потерялся. В третьем раунде он полностью контролировал бой, заставляя Гутерреса делать, собственно говоря, только одно. Отходить назад, работать от отхода, пытаться как-то сработать навстречу и снова. Нет, ну то, что он отходил, это, конечно, не по-маргаритовски было. Но вот его манера нанесения, это вот сто процентов. Я прямо, я как старый поклонник Антонио. Нет, ну Маргарита бил, пронося кулак сквозь соперника. Маргарита настолько, в общем, бил акцент. А здесь тоже самое. Нет, здесь не было такого акцента, вот, ну, серьезно. Я тебе скажу, что, пересмотри внимательно и посмотри, что Рене падал не от того, что его валила варежка Гутерреса. Да, варежка приходила на цель. Первый, вот, первый, первый нокдаун, я тебе скажу, это была классика. То есть джеб и из-под джеба вот этот вот правый апперкот, это была просто классика. Здесь аплодисменты и ничего больше. Второй и особенно в финальном раунде нокдауны, это было просто, ну, от положения, и опять же, оно не сыграло существенной роли. Если бы действительно Гутеррес бил, как Маргарита, я думаю, что Рене Альварадо после второго нокдауна, вот, он бы стал уже на лыжи, чтобы лететь в пропасть. Ну, я говорю, похож, но это не он. Но вот я сейчас, у меня одним глазом тут на мониторе третий раунд этого поединка, что-то я контроля не вижу, а вижу только летание по всем углам. Ну, не будем спорить, я высказал лишь то, что я вижу. Не, Миш, не, твое аргументированное, и она заслуживает внимания. Я не заслуживаю, да. И ты так видишь. Вот и все. Да, я не навязываю свое мнение, но молодец Альварадо, единственное, что он достоял. Я, честно говоря, думал, что досрочно закон не дойдет до подсчета. Ну, надо дать ему должное, он дядя опытный. Да нет, ну, смотри, у него, он как бы... Мог, смог. Несмотря на... Если отбросить второй и финальный раунд, да, ну, то есть, опять же, концовку финального раунда, ну, как бы, Альварадо-то, собственно говоря, просто, ну, бил, вот, ну, бил Гутиереса. Ну, опять же, Миша, здесь дело такое... У Гутиереса, да. Что, что, что? В общем, так, бой мне понравился. Навеяло старыми поединками с участием Маргарита, которых сейчас не видим, не сильно видим, вот так скажу. Ну, я соглашусь с тобой, что бой бескомпромиссный, без всяких там технических излишек. Единственное, что можно сказать, что Гутиерес все-таки переиграл в большинстве эпизодов Рене Альварадо, так и не дав ему плотно за себя зацепиться. И я еще хочу отметить, что, ну, налицо была физическая мощь Гутиереса. Я думаю, он не только там переиграл, там изучал. Он нормально подкачался, функционально был хорош, понимаешь. Сила тоже решает, в общем-то, немало. Хорошо. И чисто физически он лупил ты лично. Маргарита тоже брался за счет того, что... Маргарита за счет того, что он всегда был очень сильный весозвонщик, он реально спарринговал с людьми, ну, на подготовке. С людьми там на 2-3 категории больше. Поэтому это ему давало большое преимущество, как и всем. Поэтому здесь видно, что Гутиерес тоже физически, ну, поздоровее. Я думаю, он на несколько КГ, там, на пяток тяжелее, наверное, 100%. А то и на 7. Ну, нам остается теперь только ждать одного, скорее всего, третьего поединка. В первом Рене победил, во втором проиграл. Добровольная защита. Это внесенный в контракт пункт о проведении матча реванша. Так что ждем третьего поединка. И тогда вот увидим уже, кто, собственно говоря, правильно сделал работу над ошибками, кто сделал какие выводы и получим победителя. А что ты скажешь о поединке Феликса Альварадо против Диджея Криэля? Не видел этот бой? Неплохой. Ну, так, чуть-чуть. Неплохой такой. Назовем так. Супер Махач. Нормально тоже. Сначала года порадовали. Однофамильцы. В общем-то. Люблю такие бои. Ну, так, добавить, в общем-то, больше. Особо нечего. Хороший поединок. Бескомпромиссный. Без технических заморочек. Хороший поединок. Приятный. Для любителей посмотреть хороший бой. Меня единственное, скажем так, расстроило. Знаешь, там, ну, почти до слез, когда Криэль вышел из ринга, там, поговорил с Оскаром Далахоя, а потом просто шел и плакал. Реально плакал, понимая, что на классе он, в принципе, Феликса переигрывал. По комбинаторике, серийности, он был гораздо интереснее. Но нет у тебя в варежках динамита, и ты ничего не можешь сделать. Потому что против Феликса единственное можно было сделать, это хорошо бахнуть навстречу. Но, увы, не получилось. Ну и сладенький. Ну, что сделаешь? Тут так. Если ты знаешь, что у тебя нет динамита, ну, есть там техника, есть ноги, бить и бегать, ну, вот, что, другого не придумано. Многие так используют технические такую схему, и все нормально. Ну, видишь, он просто, ну, не мог убежать, потому что этот Феликс, Феликс Альварада с такими ручищами, с такими ножищами, то есть два марта, два канатов до канатов перепутят. Грабли у него здоровье. Тут тоже, кстати, вот я смотрю сейчас одним глазом, так себе напоминаю, тут тоже видно физическое превосходство на 5 килограмм точно, 5-6 килограмм. Ну, прям видно. Прям видно, что в ринге там люди с разным весом. Ну, да, диджей, он такой щупленький, по сравнению, опять же, с этим, знаешь, флака, сухостоем таким, знаешь, вот есть испанское слово флака, то есть как Сергея Богачука называют, да, то есть сухой, жердина такая вот, что в руках оглобли, что сам. Но, увы, диджею, конечно же, не повезло, хотя мне он очень понравился. Ну и сладенькая теперь, Миша, Гарсия, Люк Кэмпбелл. Какие у тебя впечатления от этого поединка? Забегая вперед, скажу, что я до сих пор никак не могу голову там собрать воедино. Ну, Лаки Панч никто не отменял, так скажу. Везет пока этому парню. Я, честно говоря, вообще не очень люблю людей, которых так безозрение совести ведут. И я кептически всегда был настроен против Альвареса. Сейчас я чуть-чуть уже, ну, глядя, что человек много работы проводит все-таки, я немного сменил свое мнение. Но его тоже вели прям по копанному. Этот Гарсия тоже. Вот закидывают ему эту работу рук, везде это его фишка узнаваемая. Ну, нельзя же быть и красивым, и умным. То есть сумасшедшая работа рук дает отставание в ногах, в общем-то. И это видно, и соперник это подсмотрел. То есть пока что, ну, эти руки дают скоростные, ну, в боксе ноги поважнее. Поэтому тут ему просто повезло, скажем так. И когда его вырубили там во втором раунде, это тоже все закономерно было и четко, блин. Ну, пока что молодой организм ему дает компенсировать. Он может встать. Ну, сколько таких раз ему надо пропустить, чтобы он уже каждый раз валялся или не мог встать. Один раз, два раза еще. Сколько он еще выдержит. Так он не выглядит таким здоровым. Например, тот же Альварес, он бычок здоровый. То есть у него сама конструкция шеи такая, он может, вероятно, держать достаточно ударов. И уже показывал там в бою с Геной, например. Несмотря даже на все защитные действия, все равно пропускать приходится, и немало. Но Гарсия не выглядит таким вот бычком. Я думаю, что не получится из него супер-суперстар. Мэйвезеры такие очень редко появляются. Ну, такие вот люди, которые действительно по всем позициям превышают остальных там на несколько уровней. Меня поразило то, что Гарсия, да, ну, казалось бы, ну, во-первых, что Люк Кэмпбелл вот здесь вот показал свое интеллектуальное превосходство над молодостью и задором. То есть в отличие от Калума Смита... Он увидел. Что-что, Миш? Он увидел, увидел эту дырочку и воспользовался. Это все, вот я читал даже, форумы читал. Ну, все, кто разбирается или меньше разбирается, все подчеркнули, что он увидел эту дырку, в которую он засунул свой этот удар, когда отправил его в нокдаун. Нет, на самом деле... Ты правильно говоришь, он... На самом деле просто Калум Смит, если вот посмотреть его бой с Василием посмотреть и бой посмотреть с Гарсией, то здесь два абсолютно разных поединка. Там Калум более... Кэмпбелл, Кэмпбелл. Кэмпбелл, Кэмпбелл, да. Кэмпбелл более напоминал какого-то быка, а Вася был Тореадором. А здесь как раз он превратился в Тореадора, причем очень хорошо, заходя за левую руку, то есть за джеб Райана Гарсии, он не давал Райану Гарсию ударить справа, причем его левая ударная рука, в общем, находила цели, даже не напрягаясь, как на корпусе, на голове. Просто Люк даже особо и не целился. Бросал руку и попадал, потому что Гарсия на него пер. И, конечно же, очень жалко, что вот в конце пятого раунда, когда Люк пропустил немножко, вот в шестом у него начала падать функционалка. Он уже просто вот так вот с каждой атакой, с каждым налетом на него Гарсии, у него падали силы. И, в принципе, то, что произошло в середине седьмого раунда, это то, что, в общем, ноги Люка уже практически отключились. Согласен. Ну, я могу сказать, что Гарсия, он сейчас купается в этих вот популярности, и его все-таки ведут эмоции, никак не разум. Если он в ближайшее время все-таки с ними начнут работать, чтобы он все-таки мозгом больше работал, то я ему предрекаю недолгую карьеру. Все это красиво. Ну, я абсолютно с тобой соглашусь. Меня поразило одно, что он выглядит, как 16-летний пацан, 22 года, да? 22 года Хейни. Теофима Лопесу, ну, немногим больше. Вот. Поэтому, когда посмотришь на Теофима Лопеса, такой кабанчик, посмотришь... Мужик такой, да. Мужик такой, да, уже. Да, да. Посмотришь на Девина Хейни, ну, тоже он такой, знаешь, костистый такой, знаешь, вот он, ну, более квадратуру какую-то напоминает. И это вот длинное, с руками. И вот, что самое, Миша, ты сказал, что, вот, ну, цены себе, тут не сложил он пока еще. То есть, есть такое хорошее выражение в боксе, обделаться в настоящих мужских руках. И это дает тебе возможность возмужания. Точно так же, как Сауль Альварес обделался в руках Флойда Майвезера, как Володя в руках Кори Сандерса, как Виталий там, скажем так, в Крис Берда. И стал более, сейчас подожди, мы еще попробуем принять одного человека. Стал более, ну, возмужавшим. То и здесь, собственно говоря, Райан Гарсия еще должен, мне кажется, как Энтони Джошуа, проиграть, чтобы стать лучше. Потому что... Вот вспомни, вспомни, когда Альварес проиграл Майвезеру, как бы запланированно проиграл, он совсем другим стал. Не, просто многое переосмысливаешь, многое понимаешь, да? Особенно, когда с тебя сбивается эта спесь и ореол необходимости, да, там вседозволенности. Ведь Райан Гарсия, то есть, чтобы понимать, он не только там в ринге несовершенен, он еще несовершенен и в жизни, то есть, знаешь, как на Ореол Славы, жена беременная, там любовница, ну, у моряка в каждом порту сужена, собственно говоря. И это говорит о том, что, с одной стороны, там Альварес как-то пытается держать его за вот это вот место мусское, созданное для скупых мужских слез. А с другой стороны, вот этот максимализм Райана Гарсии, что для меня весь мир открыт, я могу любого победить, это все здорово, вот, как-то еще до конца, до конца не работает. Все это, все это сейчас, эти модные социальные тренды для молодежи, вот он, яркая иллюстрация этого вопроса. Самоуверенность зашкаливает, все могу, все хочу, все смотрите на меня, я там на вершине мира, ну, вот, в этот момент люди падают и могут не вставать. Я вот смотрю, насколько у него развито, растянуто, так, отработан вверх и насколько при этом отстает вниз. Ну, ноги у него, был бы там Вася, ну, допустим, Вася беру, такой аномальный пример, Вася, там, не знаю, такие с быстрыми ногами люди, неважно, в общем, люди с нормальными ногами, тот того нокдауна вообще бы в помине не было, в котором он во втором рауне упал, он бы, убежал бы уже, наверное, три раза вокруг ринга, оббежал бы. Этот стоял и созерцал, как ему летит этот удар. Ну, работать еще и работать. Ну, ясно только одно, Миша, Райан Гарсия и Дэвин Хейни, здесь уже от этого никуда не деться, вопрос только, когда, когда, где понятно Соединенные Штаты Америки, когда, твое мнение, насколько, в общем, многие сейчас говорят, что Хейни разделает Райана Гарсию под орех. Согласен, он проиграет, он проиграет, не поможет ему эта скорость ручная, она ему ничего не даст. Это, знаешь, это такой талант, который вредит тебе самому. Тебе вот кажется, если у тебя на руках перчатки, то это самое главное. Сейчас буду махать, там, на тренировке, там, по работе по лапам, кажется, ну, вообще, ну, стреляет, как с пулемета, а толку. Ну, мы видели, я прошу прощения, мы видели Майка Тайсона, который, в общем, по лапам своего тренера барабанил, как этот вот, гнатюк, барабань, барабань, только с каблучком его-то не порань. Ну, смотри, мы в последнем поединке, да, мы видели Девина Хейни против Юрьоркиса Гамбоа, и мы нападали хорошенько Девину Хейни за отсутствие скорости, за отсутствие желания, как бы, рисковать, то есть, на мягких лыжах, делая для поединка ровно столько, сколько необходимо, Девин Хейни победил. Большого зрелища боксерского мы не увидели, за что, в общем, как бы, Копняков Девину Хейни и надавали. По твоему мнению, как будет проходить этот бой Девин Хейни и Райан Гарсия? Я думаю, что, учитывая, что Хейни все-таки не Кэмпбелл, я думаю, Гарсия будет осторожничать, Хейни будет тоже, он такой, не любитель форсировать, будет потихонечку набирать, там, и в итоге по очкам выиграет. Бой будет, ну, скажу так, соотношение ожидания и увиденного будет вообще не в пользу зрелища. Я думаю, что поединок может быть даже скучным. То есть ты опять думаешь, что, в общем, как бы, ну смотри, в принципе, Хейни как бы, ну, должен будет как-то противодействовать. То есть, если против Юри Оркиса Гамбоа, который, скажем так, не прессинговал особо и не отличился там ручной скоростью, и Хейни как бы отстоялся, то есть находил вот эти вот нишки между атаками Гамбоа и туда влезал, наподдавая ему, то если Гарсия будет плотно работать, как Хейни будет чувствовать себя. Если Гарсия будет плотно работать, я думаю, что он пропустит. Я все-таки Хейни хоть такой и не ударный парень, но я думаю, что Мэйвезера тоже не считается прямо суперударным. Но попасть вовремя можно. Как мы видим, Гарсия любит пропускать не в нужный момент. Его понесет. Поэтому я думаю, что ему тренер навяжет будь аккуратен и это будет такой достаточно осторожный поединок с обоих сторон, в которых Гарсия просто по количеству ударов не вытянет точных. Ну некуда ему. Ну куда? Он по лапам он хорошо бьет. Ну я думаю, что тут нету, я не вижу в нем ничего такого, чтобы они могли что-то такое сделать. Разве что они какую-то тактику ему будут голову забивать, забьют и он ее сделает. Но мне кажется, что пока что в его голове дисциплины нету никакой. Одни эмоции. Гарсия выглядит более зрелым. Соглашусь с тобой, что за три месяца скажем так переделать ментальность бойца, то есть прищить ему скажем так стальные яйца это просто невозможно, как и поменять ментальность. Тем более опять же по последним новостям победил, поехал к любовнице, жена. В общем, там трагедия. Если он скажем так не может разобраться между своими как бы сексуальными фантазиями, то в общем о чем говорить уже ариф. Ты правильно сказал в начале, он выглядит как 16-летний пацан. По-моему, он и ведет себя точно так же. Поэтому он еще не дозрел. Ну, единственное, единственное, я вижу, как исправить его, это вот как Теофима Лопесу дали четкую установку, что делать. Не надо, в общем, как бы в поединке против Василия там показывать, что ты хочешь сделать. Ты должен сделать то-то и то-то. И благодаря этому Теофима Лопес и выиграл. И думаю, если у Райана Гарсии появится человек, который ограничит его, ограничит его в плане, во-первых, работать джебом, не бросаться вперед за джебом, а просто четко работать джебом, потому что Хэйни, ну, опять же, мне кажется, что Хэйни будет проводить поединок, как и в бою против Юрьорки Шагамбоа. То есть, быть осторожным. И вот ты правильно говоришь, ловить его на паузе, на ошибке. То есть, уклон, опять же, видишь, преимущество Хэйни в том, что у него защита присутствует. Он неплохо работает с корпусом, да. А у Гарсии, как таковой, защиты, я вот тоже внимательно пересмотрел его последние поединки, особенно против Карлса Моралеса, когда он там еле-еле вытянул решением большинства победу. И я думаю, что у Хэйни, Хэйни просто более мудрый, Хэйни его обманет, заставит его выбрасывать большую кучу ударов, и от защиты его сейчас, ну, и от защиты его бахнут. Может, вот это и бахнут даже, да. Если тот, я почему говорю скучный поединок, это если Гарсия будет соблюдать какую-то установку, я думаю, что он сильно хорошо ее не сможет соблюдать, все равно он выглядит незрелым. Но если он даже будет соблюдать, бой будет такой позиционный, и там у него мало шансов, но все может быть. Но если он начнет ломиться, то Хэйни его бахнет, потому что, правильно сказал, у него есть защита, и у него есть понимание, что надо делать. У Гарсии одни эмоции, вот эти вот мельницы, вот это вот, как это, как генерал Гриллс такой мажет, там, пятью мечами машет, а все равно его, опытный джедай его зарубил все равно, подрубал ему эти руки, да и все. Вот, поэтому я бы, если так вот брать глобально, то этот поединок у него может все отнять, понимаешь, он может после этого проигрыша выйти другим, а может вообще выйти совсем таким, что уже толку не будет. Надо всем его, всей его команде его водичкой срочно полить, а то он перегорает явно. Причем живительной водичкой. Живительной водичкой. Миш, говоря о 2021 году, по твоему мнению, самый-самый ожидаемый поединок, либо три самых ожидаемых поединка 2021 года? Так, ну, самые ожидаемые поединки всегда это те, когда развенчивают каких-то признанных авторитетных бойцов, которых там все ненавидят по каким-то причинам. Всегда тут всегда Майвезер этот магнит на себя тянул долго, Майвезера нет, появилась возможность и у других людей. Ну, на мое мнение, я бы посмотрел, как грохнут Тайсона Фьюри, я бы посмотрел, как насуют пощам Альваресу, и третий, даже не знаю, третьего такого не вижу, все остальные мне нравятся. Миша, это твой ответ на вопрос, Миша, скажите, пожалуйста, три ваших хейтерских фантазии 2021 года. Допустим, для меня вот поединка, которую я хотел бы увидеть, да, в 2021 году, это два поединка Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа и Александр, ну, грубо говоря, ты... Да, вот в этом плане. Реванш. Нет, безусловно, реванш с Уайлдером Тайсона Фьюри не интересен. Мне кажется, что Диантею Уайлдер, хоть ты его накачал ЛСД, он даже в своих фантазиях не сможет победить Тайсона Фьюри. Но для меня вот самый желающий... Я помню, ты его нормально хвалил, когда он... когда Диантею Уайлдер нокаутировал этого кубинца, как его предупреждали. С Сауртисом. Да, ты, я помню, так ему там растекался, пел, как он зрелый, как он все это понимает. Миш, Миш, я... Ну, согласись, мы же говорим о поединке от поединка к поединку, да? Я не... К своему стыду я считал, что Диантею Уайлдер, да, на основе второго поединка против Луиса Уортиса, он будет гораздо умнее в поединке с Тайсоном Фьюри. Но оказалось, что Тайсон Фьюри гораздо умнее Диантея Уайлдера. Да еще, в общем, как бы и бьет. Я бы не сказал бы, что прямо гораздо умнее. Ну, вот это такая граница очень-очень слабая. Я не соглашусь. Я считаю, Тайсон Фьюри переоценивает себя тоже и он переоценивает. У него чертовски очень здорово получается себя переоценивать. Да, да, да. Причем аргументированно. Но тем не менее. Как говорят, цыган бог тоже погладил. За то, что они гвозди украли, как бы, вот их все-таки чуть-чуть. Это просто одна из фишек, придуманных цыганами, но бог с ними. Для меня Энтони Джошуа Тайсон Фьюри это безусловно. Для меня во втором среднем весе это Сауль Альварес Дэвид Бенавидес. Вот это второй поединок, который я хочу увидеть. Почему? Потому что там есть, безусловно, есть умный Альварес, выдержанный Альварес, есть дикая вот эта двухметровая машина с двухметровыми граблищами, которая ну просто страшна. И, конечно же, я очень бы хотел увидеть, очень бы хотел увидеть поединок Александра Усика против Джозефа Паркера. Или против Джо Джойса. Это интересно, но прямо так назвать их боями прям... Нет, подожди, это я хочу увидеть. Я здесь, здесь ты даже и спорить не моги. Это я. Вот мне интересно, какие три поединка ты готов увидеть в 2021 году. Скажем так, какие поединки ты бы заплатил, чтобы увидеть? Я бы посмотрел бы Усика с Джош, ой, это Усика, господи, Фьюри с Джош, посмотрел бы согласен, тоже интересно. И посмотрел бы Альвареса, но если бы он вышел бы с кем-то в следующей категории, он парень тяжелый, как бы, я бы хотел, чтобы поднялся на категорию. Нет, ну смотри, Миш, я согласен с тобой, но давай давать реальные планы, да, то есть, я не думаю, что пока в полутяжелом весе не закончатся дела, Альварес смеет туда. он пока во втором полусреднем весе. Давай второй полусредний вес для Альвареса вскрывать. Мы говорили, что там, кроме Сондерса, не с кем ему. Как бы, Сондерс интересно, но это не прямо такой поединок, за который я раскошелюсь прямо. Поэтому, даже не знаю пока, кому Альварес, ну, кого к Альваресу подведут, чтобы это было интересно. Как бы, если бы это было там года три назад, я сказал бы Гена. 2020 год. И Гена понимает, что это неинтересно. Больше, как бы, наверное, то Фури с Джошуа, больше ничего не скажу. Усик с Паркером, уже обсуждали, что Усик как супертяж несостоятельен. Все остальное это такая лирика. Хоть он и прекрасный боксер, но не его это. Мелковат он. Лучший боец Украины рейтинг пауэр фор паунт от Иси. Вот три первых места. Лучший боец Украины? Да. Не, ну, понятно, на первом месте будет Усик, понятное дело, на втором, учитывая прошлые заслуги Вася и на третьем, наверное, Деревянченко. Я понял. По твоему мнению, самый, самый лучший бой Украины и самый отвратительный бой Украины? Украинского боксера, имеется в виду? Украины, Украина, в Украине, в Украине. А, в Украине? Да. Вот я тебе даю, у меня самый лучший поединок, то есть, нокаут года, это Арам Фаньян, нокаут в пятом раунде, Юрия Вишнякова. А самый отвратительный бой, это Влад Сиренко, Константин Довбыщенко. Да, да, мы только обсуждали недавно, да, да, да. Да, 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 да. Ты мне просто в тупик поставил, я так, знаешь, как-то последнее время, последнее время сюда под ноги не смотрю, а куда-то далеко, вот к своему стыду. Буду теперь более внимательным, буду все-таки все, да, 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 мы обсуждали, Костю, обсуждали то, когда было дело. Ну, опять же, мы говорим, что, когда у человека эмоции, такие как в боксе, преобладают, они тоже нужны, но когда они преобладают над разумом, то с этого ничего хорошего нет. Совсем холодным быть нельзя, но чересчур кипящим чайником тоже быть не стоит. Миша, наши прогнозы. По твоему мнению, Василий Ломаченко вернется он в легком весе, либо в первом легком? Я думаю, ему выше, надо ему вернуться в удобную ему сначала категорию в легкий вес, а потом провести там бой разминочный, а может и два, а потом уже думать про всяких там лопесов и так далее, если он об этом еще думает. Ну, подожди, ты сказал, что в удобную весовую категорию он начал в полу-легком весе, потом поднялся до первого легкого веса. В полу-легком, пардон, пардон, я о Голаде послесил, первый легкий, и все, конечно, я имел в виду полулегкий, конечно. То есть вернуться в полулегкий вес? Да. Он сам, он сам говорил, вот недавно интервью смотрел, конечно, для меня удобнее, конечно. Все понимают, и он понимает, что ему удобно, все понимают, что люди выше только идут за деньгами, это ясное дело. Для того, чтобы сделать шаг вперед, надо сначала сделать два шага назад, а потом обратно, если это возможно. Понятно, что возраст уже не тот, но другого пути нет. Миш, спасибо большое, время нашей конференции подходит к концу, прогноз твой принят, я считаю, что Вася тоже спустится в первый легкий вес, а там посмотрим. До следующей среды, до следующего зума. Пока. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова